Отношения России и Японии накаляются? В Казанском федеральном университете продолжается день первокурсника. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. Делегация Джизакской области Республики Узбекистан в оклаве с Хакимом Иргашем Салиевым посетила Казанский федеральный университет. Рабочий визит состоялся в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, проходящего сегодня в столице Татарстана. В сопровождении ректора КФУ Ленара Сафина гости посетили недавно открывшуюся многофункциональную стоматологическую поликлинику МСЧ ВУЗа. Участникам делегации продемонстрировали основные помещения клиники. Стороны обсудили текущую деятельность филиала Казанского университета в Джизаке по данному направлению, а также вопрос развития других направлений подготовки и в целом расширения сотрудничества в научно-образовательной сфере. Далее Хаким ознакомился с коллекцией уникальных книжных памятников в отделе рукописей и редких книг КФУ, где из рук ректора ВУЗа получил в подарок репретное издание Корана Куазан Басмассы, первого печатного Корана, изданного в Казани в 1803 году по стандарту Арасам Аль-Усмани и получившего богословское признание во всем мусульманском мире. За последний год отношения между Россией и Японией ухудшились в связи со сложными дипломатическими и территориальными отношениями, затянувшимися на десятилетия. В основе разногласий лежат вопросы о принадлежности Южно-Курильских островов и недавнем визите японского политика Мунео Судзуки в Россию. Об основных положениях российско-японского сотрудничества на данный момент и путях решения дипломатических споров узнаете в следующем сюжете. Взаимоотношения России и Японии имеют длительную историю, которая начала формироваться еще во второй половине XIX века. В этот период Япония активно осваивала западные технологии и идеи, а императорская Россия стремилась укрепить свое присутствие на Дальнем Востоке. Первым шагом на пути к сотрудничеству стало заключение дипломатического и торгового договора в 1855 году, согласно которому между двумя государствами устанавливались постоянный мир и искренняя дружба. Для русских судов открывались порты Хакодате, Нагасаки и Симода. Также стороны обеспечивали взаимную защиту территорий и неприкосновенность к их собственности. Однако в 1904 году в связи с соперничеством между Россией и Японией за влияние в Манчжурии и Корее, на фоне явной поддержки Токио со стороны США и Великобритании началась российско-японская война, что также повлияло на отношения между двумя странами. Уладить конфликт помогло образование Содружества наций и подписание Пятигорского мирного договора в 1920 году, благодаря чему Япония согласилась признать советскую Россию и установить мирные отношения. В начале 2000-х Япония вела с Россией диалог, были торговые отношения, в целом все было равновесно. Но вот в последнее время Япония проводит ярко выраженную антироссийскую политику. Япония присоединилась ко всем антироссийским санкциям. И в этой связи, конечно, на данный период времени говорить о каких-то положительных тенденциях в отношениях наших стран практически невозможно. Несмотря на то, что Япония и Россия развивались параллельно, укрепляя свои границы и оборону, периоды напряженности и мирных соглашений всегда сменяли друг друга, что становилось завязкой для развития дипломатических споров. Одним из наиболее серьезных спорных вопросов на данный момент является принадлежность Курильских островов, так как Япония до сих пор не признает их в составе России и настаивает на восстановлении суверенитета над ними. Эти события являются серьезным препятствием на пути к улучшению отношений между двумя странами. Основные претензии Японии заключаются в том, что Курильские острова, на их взгляд, являются исторической частью японского архипелага и были незаконно аннексированы Советским Союзом после Второй мировой войны. Несмотря на долгую историю спора, две страны активно ведут переговоры с целью урегулирования этой проблемы. Пути решения налаживания взаимодействий могут включать разные варианты. Заключение дипломатических договоренностей или поиск компромисса на международном уровне с участием двух стран. Однако окончательное решение может быть достигнуто только согласованной позицией обеих сторон. Ситуация между Россией и Японией сегодня складывается достаточно сложно. Поэтому есть целый ряд причин. Ряд причин являются, скажем так, историческими, сформированными в результате событий Второй мировой войны, ее последствий. Но, как известно, на данный период времени между Российской Федерацией и Японией нет мирного договора. И данный вопрос несколько раз обсуждался, но к какому-то ключевому решению так и не пришли. И отсутствие решения связано со второй проблемой – проблемой территории. Поскольку Япония, которая получала от России предложение подписать мирный договор, она связывала все эти вопросы исключительно с передачей Курильских островов. Не так давно средства массовой информации снова стали затрагивать тему конфликта во взаимодействии Японии и России. Поводом для обсуждения стал визит депутата Палаты представителей парламента Японии в Москву. Мунео Судзуки – первый из японских политиков, посетивших Россию с февраля 2022 года. 2 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко встретился с государственным деятелем и обсудил с ним отношения между двумя странами. Российская сторона отметила важный вклад японского депутата в развитие двухсторонних связей, так как ранее благодаря Мунео Судзуки Япония и Россия на протяжении 10 лет удерживали плотное межгосударственное сотрудничество. Однако санкционная политика на сегодняшний момент затрудняет какое-либо партнерство. Поездка депутата вызвала неоднозначную реакцию в Японии. На данный момент в стране введены ограничения на посещение России, независимо от целей поездки. И поскольку Мунео Судзуки не уведомил соответствующим образом о своем визите в Москву, в его сторону могут быть приняты дисциплинарные меры. Действительно состоялся визит одного из влиятельных депутатов японского парламента в Россию. Это первый визит, начиная с 2022 года. Данный депутат прибыл, я так понимаю, с собственной идеей, потому что пока это официальные власти Японии не озвучивали о том, что следует наладить контакты с Россией. Но все-таки мы должны помнить, что все-таки один депутат – это еще не официальная позиция Японии. И пока преждевременно говорить о том, что вот это заявление, этот визит изменит ситуацию в целом. Ранее Российской Федерации было предложено несколько способов решения конфликтов. Один из таких – передачи некоторых территорий Курильских островов. Но японское правительство, в свою очередь, не пошло навстречу, так как требовало полной передачи всех островов. Как долго продлятся территориальные и дипломатические споры – неизвестно. Но при успешном разрешении политических вопросов и желании поиска компромиссов с обеих сторон, Япония и Россия смогут снова поспособствовать укреплению сотрудничества и развитию партнерских связей в различных сферах. Кристина Отекина, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. 2023 год принес немало сюрпризов как для России, так и для жителей Татарстана. Критический уровень воды в Куйбышевском водохранилище, аномально жаркая весна, а также засушливое лето – все это связано со всемирным потеплением. Но недавно метеорологи объявили, что в Казани в конце недели выпадет снег. Обочина зима в Республике Татарстан начинается с середины ноября и длится до конца марта. Но 2023 год принес немало сюрпризов. Температура в середине марта уже была около плюс 15 градусов. Синоптики заявили, что такой теплой погоды не было уже 170 лет. Но жарким была не только весна, но и лето. В нескольких регионах республики участились случаи лесных пожаров. Также, по словам Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан, пострадали не только отрасли животноводства, но и посевы зерновых культур. Из-за нехватки урожая было заготовлено гораздо меньше кормов для животных, чем планировалось. С наступлением октября синоптики обещают осадки в виде снега, а также появление заморозков. Такого резкого похолодания не наблюдалось несколько десятков лет. Если брать в климатическом разрезе, осень начинается, когда температура среднесуточная переходит через 10 градусов, а заканчивается, когда переходит через нулевую отметку. Вот сейчас температура у нас перешла уже через 7 градусов. То есть это уже осень, тут никуда не денешься. Ну и, следовательно, даже у нас 4 октября, сегодня 4 октября выпадает иногда и снег. Зима оказалась гораздо ближе, чем ожидалось. По словам экспертов, к концу этой недели, примерно в 8-х числах октября, в Татарстан придут заморозки. Возможно, выпадение осадков в виде снега похолодает от 9 до 12 градусов по Цельсию. Такие резкие погодные изменения обусловлены появлением холодного фронта, который пройдет по территории не только республики Татарстан, но и Пермского края и Кировской области. Во-первых, я хотел бы сказать следующее, что мы пережили очень теплый сентябрь месяц. Он был на 3,5 градуса выше нормы, но сухим. А вот начался октябрь, сегодня 4 октября, и уже нас балуют осадки. У нас уже 9 миллиметров их примерно выпало. Это неплохо. И, кроме того, еще пока температура хорошая. Но скоро все изменится. В конце этой недели, в начале следующей, арктическое вторжение, у нас будет похолодание. И, возможно, ночные часы даже могут быть и заморозки, и дождь со снегом. Мокрый снег такой может быть. На стыке 27 октября-1 ноября. Вот время уже ложится в первый снег. То есть время еще до первого снега есть. Это просто, так сказать, испытание наше. В столице Татарстана прогнозируется арктическое вторжение. Дневные температуры понизятся практически на 10 градусов в период с пятницы до воскресенья. С 16 до 7 градусов. Ночные опустятся до 3 градусов выше нуля. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Александр Кузнецов. Универньюс. Основная движущая сила университета – творческие ребята, которых с каждым годом становится все больше и больше. В основном это первокурсники. Как раз в честь них в Казанском федеральном университете проводится фестиваль «День первокурсника», который стартовал в этом, в 2023 году, 3 октября. Казанский федеральный университет. Банк ВТБ, Департамент по молодежной политике, Студенческий клуб КФУ представляют ежегодный фестиваль, День первокурсника и жюри фестиваля. Денис Александрович Валиев, Игнат Русланович Изотов, Инель Владимировна Мочилова, Виктор Алексеевич Рассадников, Роман Петрович Баханов, Илья Святославович Бруяка, Максим Леонидович Толчинский, Председатель жюри Игорь Сергеевич Сухов. Институт психологии и образования был первым в очереди. Будущие душеведы и учителя определили ключевую тематику своей программы. Главному герою приснилась его заветная мечта, и в течение всего концерта он шел к ее исполнению. Только представьте, что процесс мозгового штурма можно принести из реального мира, мир сновидений. Это повысит вашу продуктивность и поможет освободить до 4 часов в день. Актер в роли знаменитого психолога Карла Юнга, который в свое время занимался психологией снов, поприветствовал зрителей. Основная часть концерта состояла из 9 актов, 9 номеров. Среди них театральный коллектив «Ипионы» представил этюд под татарскую народную колыбельную. А танцевальный коллектив «The Station of the Sun» исполнил танец под песню певицы Айгел, тематика которой тесно связана с культурными особенностями республики. Во второй части программы на сцену вышел коллектив юридического факультета. Студенты профессионально затронули тему разрешения конфликтов. Главные герои на протяжении всего выступления делили знаменитое место для репетиций в Униксе. Вся история проходила в формате судебного разбирательства. Ребята подчеркнули важность мирного и демократического решения конфликта, даже если это касается бетонки. Не обошлось, конечно, без вокальных и танцевальных номеров. Новоприбывшие студенты подчеркнули идею национальной идентичности и станцевали лесгинку в народных костюмах. История, известная веками о том, как средь бушующей войны любовь вдруг возникает меж врагами. Влюбленные не ведают вины. Они друг другу до конца верны. Но мы живем сегодня с вами. Не так, как раньше молвить мог Шекспир. Дома наши далеки от Италии. И каждый день нам шанс приносит этот мир. Напомним, что фестиваль «День первокурсника» Казанского федерального университета проходит с 3 по 13 октября. На второй день, 4 октября, первым выступит химический институт, а закончит Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Начало представления традиционно в 17.30. Билеты приобрести можно у профоргов институтов, а прямую трансляцию фестиваля можно посмотреть в группе «Универ ТВ» ВКонтакте. Валерия Карташова, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...